Смотрите, это полковник Артем Городилов, командир 83-й десантно-штурмовой бригады. У него позывной «Уран» и его Нью-Йорк Таймс обвинила в массовых убийствах мирных жителей в украинской буче. И вот этого героя спецопераций наконец-то повязали. Причем повязали сами россияне. Но не за военные преступления, а формально за банальное воровство. Ну, видимо, убивать безоружных цивильных это недостаточно. А вот если он решил еще и казну пограбить, то тогда уже надо брать. Классика жанра «пришел на войну с русским миром, а ушел с мешком денег». Но знаете что, тут все может быть куда более интереснее. Помните, как не так давно посадили Игоря Стрелкова-Гиркина? И тогда многие эксперты говорили, что Кремль может просто так вот брать под контроль подобных одиозных персонажей. Зачем? А вдруг придется идти на мировую с западом? И тогда можно будет красиво сдать этих ребят в Гаагу, мол, смотрите, мы боремся с военными преступниками. Так что, возможно, с Городиловым такая же история. Сейчас его прижмут по финансовым делишкам, а потом, если понадобится, то вот вам уже и готовый военный преступник для международного трибунала. Удобно. Интересно, а что же думает по этому поводу его подельники, убийцы, военные? Те самые бравые десантники, которые под его чутким руководством освобождали бучу от мирных жителей. Не бойся, сейчас сидят и думают, ну как же так-то? Мы же там зверствовали, ты идешь под статью, и это ж похоже, и нас можешь так за собой потянуть. А ведь авторитетные издания и международные агенции собрали кучу доказательств причастности Городилова к массовым убийствам. Там и перехваченные переговоры, и показания свидетелей.